Чёрное зеркало Минувшее воскресенье под Киевом разыгралась кровавая драма с участием правоохранителей. Но и спустя пять дней после циничного расстрела полицейских, вопросов накопилось очень много, а вот ответов на них мы получили практически никаких. Почему на всех уровнях замалчивается как ход расследования, так и первые его результаты? Кто участвует в этой молчаливой поруке? Кому это выгодно? Давайте разберёмся. Я приветствую аудиторию, я приветствую гостей, спасибо, что пришли. Первый вопрос, в принципе, прозвучал, он главный в этом часе. Что за заговоромолчание мы наблюдаем? Кому это выгодно? Почему молчит руководство МВД? Почему молчит Аваков? Пожалуйста. Я задаю себе запитание, я думаю, что вся страна задает запитание. А что такое должно происходить в стране, чтобы наконец все понимали, что, наверное, реформа не туда и куда-то идёт. Это реформа этой полиции. И, наверное, не те люди её выполняют, эту реформу. И в этой студии мы, наверное, уже год то про Врадьевку, то про Кривее озеро, то про подпал Интера, то про убийство в Дніпрі, то про убитие людей полицейских. И сейчас у нас убийство пяти правоохранителей, которые убили один одного. И у меня вопрос снова, что такое должно происходить в стране, не дай бог. Сколько людей цивильных должны погибнуть, не дай бог детей. Чтобы мы понимали, что, наверное, нужно сейчас посмотреть власти, что нужно остановить это. У меня есть документ очень интересный, это решение Комитета Верховной Ради Украины от 21 вересня 2016 года, за несколько месяцев до этого трагедии. С вопросом законодательства безопасности правоохранительной деятельности, который руководит очень важный генерал службы безопасности, который оперативную работу знает из середины, это Кожемякина, который комитет дает рекомендацию. Национальной полиции Украины, совершить невыдкладные заходы щодо поддавания дезорганизации в работе полиции, переглянуть систему управления, взаимодействия и координации меж подразделений в национальной полиции. То, что сейчас мы говорим, что нет ничего, этого не произошло. Потому что неможливо прибрати профессионалов, которые работали, набрати других, которые три месяца работают. И комитет каже, что если вы этого быстро не сделаете, то у вас будет трагедия. И трагедия вся отбулась. К сожалению, мы видим, что тогда это пропустили мимо ушей. А сейчас, как воды в рот набрали. Я сейчас хочу спросить у двух экспертов. У одного, который знает систему работы МВД изнутри. Это Владимир Полищук. Вы у нас отвечали за связи с общественностью МВД несколько лет. Да, Владимир, здравствуйте. И Анну Малер, которая наблюдает уже много лет за деятельностью МВД со стороны. Сначала взгляд изнутри. Владимир, скажите, почему министр МВД как воды в рот набрал? Ну, на самом деле, все очень просто. Когда случается такая история, то проверку, ну и, власне, расследование криминального проведения проводит не сама полиция, а проводит Генеральная прокуратура. Тому я, в принципе, сразу услышал комментарий Миколи Жуковича. Это руководитель пресс-службы полиции Киевской области. Также я сразу услышал комментарий Артема Шевченко, который обмалювал ситуацию. Но далее все комментарии должны быть от Генеральной прокуратуры. И именно от нее очень интересно услышать такие вещи, почему работники полиции не смогли идентифицировать одни одного. Почему, власне, они не пометили, а почему они стреляли по машине, которая все мои знаки полиции и охраны. Что, власне, произошло? Что была разведка? Что была как раз отработана сама операция специальная? То есть, если... Были правоохранители среди подозреваемых или не были? Вначале Троян говорит, что не было. Сегодня столичная прокуратура говорит, что двое... Там один колишний працивник управления по борьбе с организованной злочинностью, очень серьезный хлопец, который, в принципе... Владимир, вот все, что вы произносите сейчас, это все правильно. Все эти вопросы, все эти пять дней общество, журналисты, политики задают Министерство внутренних дел. Но это не свойственно для Авакова, согласитесь. Его даже называют фейсбук-министром не просто так. Раньше Аваков впереди паровоза бежал и каждым своим постом предугадывал настроение общества, называл виновных без суда и следствия. Тот же поджог Интера, я могу вспомнить. Не прошло и двух часов, нас еще не потушили. Он уже всем рассказал, что мы сожгли себя сами и не пускаем никого на территорию студии. Ну, в принципе, я вистою на запитание. Тут он может свою думку высловить, это его право, но он не имеет этого права делать. Анна Малер, вы как видите эту ситуацию со стороны? Я думаю... Для вас это молчание не тревожное? Меня это турбует, потому что, я думаю, министр усведомлюет, что это звонит, звонят по руководству МВС. Вот эта история, вона сфокусировала суспільную напругу настолько на работе МВС и на реформе, что просто відмовчатись не выйдет. И очень правильно ему сейчас порадили его пиарники, я думаю, что это они порадили мовчать. Потрібно вычекать час и понимать настроение общества, потому что любое его слово, которое можно нервово сказать, потому что ситуация справедливо напружена, может привести к серьезному вибуху в общественном мире. И я, користуюсь нагодой эфиром, хочу рассказать нашим гражданам про культуру отставки, почему она существует в Западном мире. Потому что отставка – это не означает, что человек принимает на себя провину тех людей, которые подлежали и что-то сделали. Эта человек, которая подает отставку, снимает общественную напругу, которая может привести к чему-то гиршему. И это говорит о том, что влада будет доволена, потому что она имеет право на это место поставить человеку своего клана. И люди будут доволены, потому что они видят диалог, видят реакцию. И это не обязательно должен сделать министр. Но мы должны всем сообществом увидеть, кто должен ответить за смерть 5 правоохранителей. И как быстрее это нужно сделать, потому что в сообществе пиковая напруга. И я думаю, что министр выйдет на экраны, когда сформует свою позицию. Вопрос к пиарщикам, если верить в то, что именно они это посоветовали министру. Не ошибочна ли эта тактика? Замалчивание 5 смертей, такого циничного убийства, вряд ли останется незамеченным. И слишком оно идет вразрез с предыдущей деятельностью министра. Да, Сергей? Ну, я бы хотел отметить, что это не первый опыт молчания министра. Он и страна, к сожалению, уже 2 года молчит по поводу его вины в тысячах смертей на Донбассе. Я никогда не перестану утверждать 50-70% вины за то, что очаг сепаратизма так развился на Донбассе на руках министра внутренних дел Авакова, который не был способен в тот момент профессионально, адекватно, жестко реагировать на эти прецеденты. Вторая важная составляющая, она очень субъективна. Представьте себе министра внутренних дел в европейской стране, который, отгуляв день рождения у Олега Ляшко, в 6 часов утра, 2 часа уже зная о этом событии, садится на франкфуртский рейс с пересадкой в Канаду, в Торонто и улетает из страны. Я утверждаю, он знал о том, что произошло в Княжичах перед отлетом. И тем не менее, не то, что не развинул самолет, не то, что отложил поездку, он продолжил поездку. А вам не кажется странным, что никто, в том числе и журналистов, не знал о том, что вообще планируется визит в Канаду? Кажется странным. Я специально проверял в воскресенье, а в запланированном визите в Канаду не было указано ни на сайте МВД, ни на сайте Кабинета министров Украины. Об этом было нигде ни слова. Я проверил все анонсы, которые приходят в редакции всех новостейных служб, а о планирующейся поездке в Канаду не было ни слова. И по моим неофициальным источникам информации, никто непосредственно в Министерстве внутренних дел не знал об этом визите. Этот визит имел какой-то непредсказуемый характер. Вторая составляющая. Похорона, ребят. Ни один из тех, кто не слазит с трибуны Верховного Совета со всех эфиров, Шкиряк, Аваков, Герасченко, никто из Троянов и так далее не удосужился прийти и проводить своих бойцов, своих ребят из этой жизни. Третья важная составляющая. Посмотрите на молчание, действительно молчание в Фейсбуке и в СМИ министра. И кто видел его рожу сегодня, извините, физиономию на заседании Кабинета Министров? Сергей, я сразу скажу и вам, и всем присутствующим, давайте вспомним прошлый эфир, я прошу всех выбирать слова и относиться, ну... Да вся страна уже давно не выбирает слова по отношению... Относитесь с уважением ко мне и к нашим зрителям, пожалуйста. Хорошо, так вот, хорошо, я мягко скажу. Хорошо, я скажу мягко. Он провел первую половину дня, пребывая в ложе правительства, веселясь, отпуская шутки и улыбаясь. Но так не должен себя вести министр внутренних дел после этих событий. И последнее, что я бы хотел отметить. Это следствие путча, который организовал в стенах парламента Народный фронт. Они держат в заложниках всю страну, они держат в заложниках так называемую коалицию президента, премьера, правительства, диктуют свои условия. И что бы в стране ни произошло, они никогда не отпустят Авакова в отставку. Никогда. Но нам нужно с этим бороться. Спасибо, это очень хорошая мысль, я ее для себя отмечаю. И мы обязательно вернемся через несколько минут к обсуждению и этого, аспекта этого вопроса. Сейчас хочу спросить у Сергея Шабовты. Вы эксперт по правоохранительным органам. Вот как вы можете объяснить вот этот режим секретности, который вводят в этом расследовании руководители МВД и главы нацполиции? Вы видите попытку что-то замолчать? Ну, для меня, во-первых, очевидно главная причина. Все дело в том, что долгое время, в том числе, к сожалению, президент страны в очень многих официальных встречах заявлял о реформе правоохранительной системы как о неком самом удачном, что произошло в нашей стране за последнее время. И, естественно, отсюда не слышались многочисленные обращения, как Верховной Рады, экспертов, кого угодно, о том, что на самом деле правоохранительная система разваливается, находится в крайне плачевом состоянии. Поэтому сейчас я могу согласиться, наверное, в большей степени с тем, что нет готового и очевидного рецепта, который мог бы всех успокоить. Проблема столь многогранна и значительна, что выбрана просто тактика выжидания, вымалчивания. Но нас потихонечку готовят к тому, что мы должны принять только официальную версию. Мы видели, к сожалению, абсолютно безликое заседание Верховной Рады, как раз которое произошло позавчера, комитета профильного по законодательному регулируюм правоохранительной деятельности, где абсолютно ничего не прозвучало, тот же набор казенных слов. Мы видим дальнейшее развитие, ну, скажем, в позиции самого министра внутренних дел. Я хотел бы добавить вот к тому, что уже звучало здесь. Здесь, когда удобно, все кричат и объясняют нам, что министр это некая политическая фигура, что в этом соль, скажем, самой системы реформы, которая случилась. Но тогда, тем более, как фигура политическая, он просто обязан был сделать именно политическое заявление и объяснить нации, которые сегодня вибрируют в ужасе от того, а что же с нами завтра будет. Потому что, если правоохранители убивают друг друга, то смогут ли они хоть как-нибудь защитить простой правительский народ? Олег Косуховский, ну вот к вам вопрос. Вы еще в мае 2015 года подписывали, насколько я помню, законопроект об отставке Авакова. Сейчас не вносятся никакие новые законопроекты. Ни депутаты не инициируют даже создание временной следственной комиссии. Ну, однозначно, вы знаете, сколько мы уже инициировали тимчасовых следственных комиссий. И, в частности, я постоянно наполяю, чтобы закон про тимчасовые следственные комиссии специально был внесен в сессийный зал и был проголосованный. И однозначно, что такие факты мы бы тогда расследовали. Но вы знаете, что когда сейчас парламент в данный момент есть под контролем олигархов, под контролем разных фракций, так званой коалиции, которой нет, это очень тяжело делать. Но я также, прежде всего, я и мы должны высловить впечатление с семьям, родителям погибших, тех ребят, которые в течение трагедии невинно погибли. И очень, 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 очень прикольно, что, правда, никто из руководства даже не пришел на похорону и не смотрел в глаза с семьям, родителям погибших. Но если мы хотим реально сделать реформы в полиции, если мы хотим реально расследовать те факты, что до расстрела полицейских, если мы хотим расследовать факты других по Шеремету, по Миколаєву, однозначно в нормальной европейской стране, в любой другой стране, руководство Министерства внутренних справа должно было бы пойти в отставку. Но уже не одно обещание о создании временной следственной комиссии осталось просто обещанием. Иван Крулько, как вы считаете, в этот раз эта комиссия необходима и будет ли она создана? Если можно, Иван, я припожду, на наступный, я прошу. У нас насправді в парламенте, на жаль, абсолютно упоследжена ситуация парламентского контроля. И не только в питании темчасовых следственных комиссий. Парламент уникает принятие кадровых решений. У нас уже 4 роки, как старая працовая Рахунковая палата. У нас неможливо, чтобы оппозиция подала жоден законопроект, и он разглядался в парламенте. Все вопросы темчасовых следственных комиссий, которые нужны 150 голосов, просто не ставятся в порядок денный керевництвом парламенту. Парламентская функция контроля фактически сегодня у Верховной Рады не работает совсем. Я уже не говорю про загаданный Олегом закон. Но я хотел бы вернуться до ситуации. Вот, смотрите, это же не просто 5 полицейских погибли. Это впервые. За все годы независимости Украины за 25 лет полицейские стреляли один в одного. И сразу 5 полицейских при выполнении обязательств. Один из них просто убили. Отверто скажу, тут, мабуть, треба... Эксперти уже говорили, за цей час не говорили дуже багато. Але очевидно, що реформа у нас вийшла трошечки навпаки. Бо вона, та не трошечки, а на всі 180 градусів. Бо вона, насправді, привела до розкоординованості повністю дій правоохоронної системи. Ми не почули відповідь на питання, а чи був план, хто його затверджував, і як цей план впроваджувався в життя. Як може бути так, коли відбувається така спецоперація, що одні і ті самі підрозділи, які працюють в одній структурі МВС, не знають дій один одних. Як може бути така ситуація, що дається команда стріляти по автомобілю правоохоронних органів, бачачи, що там сидять люди в бронежилетах, в касках, які представляють Державну службу охорони. Їх не можна ні з ким сплутати іншим. Тому що вони мають не просто спецодяг чи форму, вони мають спеціальні засоби захисту. Іван, ви все правильно говорите, не перебиваю, уточняю. Всю последні 5 днів ми задавали всі ці питання дуже громко. За 5 днів, це ж страшні питання для відомства. Чому молчання в відповідь? Мене, насправді, турбує, що в нас керівники в різних відомствах, урядових, бояться політичної відповідальності і брати на себе політичну відповідальність. Бо це не суспільство має вимагати відставки. Це керівник повинен поставити заяву, зробити звіт у парламенті, представити свою версію і дати на вирішення парламенту свою долю, політичну долю, і дати на вирішення парламенту питання, висловно того, яким чином далі рухатися у розслідуванні цієї справи. Пока, согласитесь, ми видим ситуацію абсолютно кардинально противоположну. Ви обратили, вот ви заметили, що, в принципі, главні спікери і люди, які отчитуються і о трагедії, і о ході розслідування, там, які-то крохи нам інформацію видають, це все представители одній партійній сили. Замгенпрокурора Старожук, відходець з Народного фронту, Антон Геращенко, Человек Авакова, навіть Троян, це Человек Авакова в міністерстві. Ми можемо надіяться на об'єктивні результаты розслідування і то, що виновні будуть названі і покарані при такому партійному контролі за розслідування. Андрій, вам слово. У нас таке враження, що розслідується одна єдина версія. У нас немає двох, трьох версій, а насправді суббача... Продовжуйся, Андрій, я всіх вижу, Андрій, я висловився. Следующее, я обіцяю, я хочу сказати. На самом деле, ми должны задуматися, що трагедія, яка відбувалася, коли погибли 5 граждан України прежде всього, мужей, дітей, отців. Осталися семьи, осталися вдови, осталися діти. Це трагедія вселенського масштаба для семьи, а значить для любого гражданина України. Це перше. Вторе. А що на самом деле произошло? По сьогоднішнім обривочним інформаційним вбросам арестовані 8 чоловік, так називаємо, банди, які на самом деле була, ця спецоперация, призвана арестувати. І на самом деле, це люди должны були виконувати професіонально свою роботу. Произошла осечка. Як Деращенко сказав, відбувала цепь необіцнимих ошибок, які привели к цій трагедії. Сьогодні виясняється, що, оказывається, два членів банди, які були арестовані, це дійснішні сотрудники МВД. Це сотрудники, які... Я ще раз уточню, що наступний день, після трагедії, заявлялося, що правоохранителей в цій банді не було. Один бувший спецпотразделений Миротворец, другое спецпотразделення, яке сьогодні. Я ще раз повторяю, я, конечно, не був на суді, я не знаю, кого вони рістували. Мало того, інформація абсолютно закрыта і не вдається в общественне осознання, в общественне мнение. То есть, другими словами, я не хочу сейчас изобретати конспиріологічні теорії і обвинять наші правоохранительні органі в тому, що вони грабять людей. Але факті говорять зовсім ось іншому. Піселки, які під Києвом, під іншими центральні місцями, вони ж по большому счёту, насправді, насправді, не защитні. Якщо не... І тепер я перехожу к політичні части цього вопросу. Та лінія защиты, яка була вистроена міністром Аваковом вокруг себя, а це і Деканаїдзе, і Сгуладзе, те люди, які були відвинути на перший план і захищали всю ту реформу, я називаю це псевдореформу, тому що переодеть милицію в іншу форму, назвати її поліцією і посадити її на примуси, це, звісно, шикарна реформа, але толку ноль. Та реформа, яка, к сожалению, запущена, она має тільки внішні фактори, не має самого главного, внутріні. Ність координації між силовими підраздаленнями. Є куча примерів, де реально силовики участвували, к сожалению, це факт, і участвували в тех бандах, в тех правонарушеннях, які сьогодні происходять у всіх у нас на глазах. Я, як отец, я, як отец 4-х дітей, я должен понимати, що я, як депутат, я должен що-то зробити. І що ми, колеги, можемо зробити? Ви думаєте, що ця ситуація в регіонах, вона неизвестна в київських високих кабинетах? Я думаю, вона известна везде, а я тебе хочу сказати ще раз, тобі вже як політик. Як політик, як обладаючий право на законодателю іниціативу, ми з колегами подготовили законопроект о розрішенні ношення оружію, який... Думаєте, поможемо? Це ухудшить кримінальну ситуацію. Секундочку. Секундочку. Ситуа своє. Не треба. Це все противори. Не треба розказувати сказки. Падає злова. Більшість населений України проти этого. Ви роботаєте на ружейной лобби. В нас в Україні 3 мільйона дезалжі. Ви будуть злова. Я поки прерву. Сергій обещав слово. Сергій обещав слово. Суді. Тойка очень коротко. Вадим Дмитриєвич. Три мільйона одиниць налегальної зброї суддям України. І рано чи пізно потрібно її легалізовувати. Перше. Перше я скажу з приводу зброї. Їе треба забирати у населі, які її дезалюють. І забирати в тому числі. Так співочатку забирати треба. Легалізація зброї допоможе як мінімум зняти Авакова. Це перше. Друге важливе. Друге важливе. Ми хотіли уточнити не об цьому. Сергій. Я хотів уточнити за інше. От перше. Я на наступний день після трагедії приношу проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії у Верховну Раду України. У відповідь чиновники мені заявляють. Парубій дав команду не реєструвати на цю тему жодних тимчасових слідчих комісій. Перше. Просто. Розумієте? Не те що. Просто навіть не приймають документи. Я знаю. Як і багато інших ініціатив. Друге. Важлива складова. Я реєструю проєкт постанови про створення робочої групи, куди б долучили експертів, міжнародників, криміналістів за кордону, народних депутатів, журналістів, щоб розслідувати. Так само після надзвичайних потуг все-таки вдається, після ультиматумів і шантажу вдається зареєструвати відповідний документ. Але його до цього часу немає в комітеті і очевидно, що він ніколи не буде у комітеті розглянути. Друге. Я звертаюся до Генеральної прокуратури, що відповідно до статті 346 Кримінального кодексу України щодо Арсена Авакова застосували норму про халатність. Санкція до якої? Три роки позбавлення волі і обмеження в занятті посад, яку, наприклад, він зараз займає. Так само, нуль реакції, ніякої реакції. Тому я хочу сказати ще раз, у нас немає парламенту, у нас немає коаліції. У нас є повністю узурпована Верховна Рада Народним фронтом, який контролює сьогодні силову вертикаль, який контролює сьогодні парламент, який сьогодні вбиває людей з окрема поліції. Вадим Карасов. Вадим, скажіть, а вам поведение главка МВД, нацполиція не напоминає нічого із событий не таких давних в Україні? Поведение Захарченко, наприклад, не напоминає? Російський серіал «Ментовські війни». Російський серіал «Ментовські війни», у нас він запрещен вже, але коли-то його осмотрели тут в Україні. Як там милиція делила сферы влияния. Ну, це так, к слову, по поводу, знаєте, давайте не все эти іллюзії про оружие свободное. Ми тут перестріляємо друг друга, треба викупати оружие, зробити программу, підготовити закон, треба довооружити население, щоб государство возвратило монополію на силу, а не монополію на силу і розпоряджався конкретний чоловік. Не надо, ми не в Америке, це не Дікий Запад. Ось обіцяю, об оружію і насеління ми поговоримо в следующій какой-ній програмі. А тепер о самому главному і самому жасному, що, знаєте, є фасадна політична система. Там партиї, коаліція, парламент і прочее, говорильня. А є ще то, що називається колективне політбюро «государствообразуюча група». Це 7-8 чоловік в країні, які я реально їй управляю. І в цю групу входит міністр внутрінних дел. Ви шо, к нему перейдете з культурой відставки? Ось, ось ще проблема. Вадим, ви мене не дослухали, але відповідали на мій вопрос. Коли я спросив, не напоминає ли вам поведення нынешнє руководство МВД, поведення того же Захарченко? Во времена разгона Майдана, во времена Врадиевських событий. Вспомните, я скажу. Вспомните, да, этот человек тоже был в семье тогда, да? Он знал, що с ним ніхто нічого не зробив. Ну, щось не такая семія. Он позволял себе закрывати следствие, не отвечать на вопросы, молчать. И всех просто, ну, я не хочу бред посылать, но і гонорировать. Посмотрите, щось не такая семья, это политическая семья, это не такая, как бы тут. Кровнородственних связей нет, так? Но параллели видны. Это ужасно, что их нет кровнородственных связей, а есть политические связи. Это еще, может, более ужаснее. И знаете, что ужаснее еще? Вот тогда была альтернатива. Потому что был Майдан, были люди европтимисты, были какие-то надежды, такой оптимизм, знаете, романтика Европы. Щас этого нет. Вот я представляю, а кому власть передать? А его некому передать сегодня. Некому передать, чтобы эта власть была крепкая, умная, расчетливая. Вот это было. Теперь и последнее. Понимаете, что все? Расстреляли людей. Но знаете, что еще расстреляли, что похуже? Расстреляли надежду. Надежды расстреляли, что могут быть реформы успешные. Что можно реформировать эту милицию в полицию сделать. Это же не реформа, это же деградация. Понимаете, это же, если такой результат реформ, то это не реформа, это деградация. Что с этим делать? Поэтому, знаете что, дорогие депутаты, конечно, хорошо, что вы там слова сочувствия и так далее. Вы должны что-то, программу какую-то, какие-то законы. Следственную комиссию добейтесь. Ну добейтесь хотя бы следственную комиссию. Чтобы какой-то был контроль. Государство, место открытости, оно становится закрытым. Группа, в которую уходит министр, она управляет государством. Вы никогда расставки не добьете. Александра Ильич Медилова. Саша, а вы согласны с Вадимом о том, что вот эта принадлежность к партийной верхушке и элите может спасти руководство МВД и, в общем-то, без потерь выйти из этого скандала? Здесь надо четко разделить партийную верхушку и вхождение в так называемую стратегическую восьмерку, в которую входили и Яценюк, и Аваков. Причем, после отставки Яценюка он остался в этой восьмерке и, в принципе, может влиять как серьезная фигура на принятие решений. В принципе, Аваков, даже если уйдет в отставку, гипотетически, он может оставаться, еще и влиять на все процессы, в тени становиться, в серую уходить. То есть это не до конца решение всех вопросов. Второй момент. Относительно кадровых назначений и влияния Народного фронта. Действительно, как бы, очень настораживает поведение всех ключевых спикеров Народного фронта, в том числе, опять-таки, как раз сейчас Геращенко, Шкиряка и остальных, которые, в принципе, все дружно поют в одну дудку и говорят приблизительно одни и те же месседжи. Второй момент. Хотелось бы сказать, что не так уж налицо молчание Авакова. Был сегодня пост, опять-таки, который посвящен был Фейсбуке, если мы смотрим его активность в социальных сетях. Она так называемым сокровищем Азарова. Неужели эта тема действительно больше стоила внимания министра, чем, допустим, то, что было сказано. Знаете, мне понравилась шутка одного из популярных блогеров, который сказал, что если нужно будет для переключения внимания общественности придумать еще что-то другое, то скоро наша полиция найдет и золото полубодка. Лишь бы отвлечь внимания. Ну да, или найдут того, кто сознает смерти Кеннеди или еще какие-нибудь полные абсурдные вещи. Но следующий момент, который хотелось бы сказать. Давайте посмотрим, да. О том, что дискредитирована уже новая полиция, это видно было. В принципе, почему уходило сейчас вот эти вот изменения все равно в сердце, да, вот национальной полиции, и там появился фигура того же Трояна, которые тоже могут пожертвовать сейчас, потому что нужно, что же, снимать как-то напряжение. Не министрам, а могут такой фигурой более мелкой пожертвовать. Раздут силовой блок. Уже неоднократно говорят о том, что если они неэффективны, почему они, так как пиявки, сосут, в принципе, кровь со всего механизма. Мы будем обсуждать еще бюджет, да. Удалось все-таки так, народному фронту в качестве торгов выторговать большое количество преференций для силового блока. Тогда вопрос, куда уходят эти деньги, если они неэффективны? Если все развалено, все расшатано, нет синхронизации, механизм не работает, как швейцарские часы, куда уходят колоссальные деньги? Возможно, ответ в электронных декларациях нашим зрителям стоит. Так и электронные декларации, понимаете, тоже до конца не панацея. Хорошо, по электронным декларациям вопросов не меньше. Но да, мы увидели, знаете, оголился этот нерв, но он же не решен. Поэтому тут большой вопрос. Либо, если вы уже все-таки хотите финансирование, тогда делайте качественную услугу, да. А вот эта вот косорукая совершенно реформа, которая произошла, она стоит нам не только порядка, не только уверенности, не только монополий именно на силу у государства. Она просто дискредитирует весь государственный аппарат. Михаил, а как вы оцениваете якобы нашедшуюся вчера квартиру Азарова с его схроном? Вы верите в то, что ну просто так совпало в очень нужный момент для руководства МВД эта информация? Или у нашего МВД таких квартир или находок заготовлено консерв еще очень много? Я думаю, еще один раз можно было посмотреть, а потом просто мы теряли время поиски других новостей. Я хотел бы сказать, что население Украины сегодня еще в другом ракурсе оценивает провал реформ, которые проведены сегодня в Министерстве внутренних дел. Это присутствие иностранных специалистов, которые сегодня потихоньку уже съезжают с Украиной или где-то прячутся, как-то мы их начинаем меньше замечать. И вот я смотрю петицию, которая зарегистрирована на сайте Президента. Зарегистрировал Панасенко Олег. Он обращается к Президенту, чтобы лишить полномочий гражданина Украины, господина Квиташвили, иностранного специалиста, министра иностранного, министра Министерства охраны здоровья, который виновен в том, что украдено, разбазарено 2,6 миллиарда бюджетных денег, проплачено за поставку в Украину дорогих импортных лекарств, которые не поступили. И вот смотрите, предлагается лишить полномочий гражданина Украины. Я сейчас с Висенко пытался обсуждать этот вопрос. Он говорит, может быть, возникнут аналоги в дальнейшем и на выборы и так далее. Что очевидно, надо говорить о том, что такие провальные специалисты, они должны быть наказаны, и таких провалов в реформе Министерства внутренних дел просто не должно быть. Потому что это мой показатель. Этот список, в общем-то, можно продолжать долго и долго. Иван, вам и обещал слово, вы обещали, что это будет короткая ремарка. Я хочу одну, очень короткую думку сказать. А вот иди сюда, до этой ситуации, нескоординаности, отсутствия профессионализма. А еще добавьте идею презумпции права полицейского. Когда сначала он правый, а потом ты доказываешь, что он был неправый. То есть добавьте до этого все еще чувство безнаказанности. И мы получим полицейскую государство. Когда людям будет страшно выходить реально на улицу. И человек будет понимать, что даже взгляд не такой в бек полицейского, что может для нее повернуться очень сложными последствиями. Поэтому я хочу сказать, что точно, что мы в парламенте не будем делать. И я буду выступать против того, чтобы принимать любые законопроекты, которые касаются так называемой презумпции права полицейского. Это шляпки курса. Да, Сергей. Вы знаете, никто тут не говорил про одно. Что почему держится Аваков на сегодняшний день. Это квотный принцип формирования уряда, коалиции. У нас есть такой же по квоте министр юстиции Петренко. Вы скандали где-то по нему слышали? Нет. Если бы было по Народному фронту принципу самозбережения, они бы сами запропонировали. Ну не справишься ты. Давай мы на место поставим нормальную профессионалу, который это сделает. Потому что квотов вообще не нужно будет. Но если бы такая же ситуация. И почему молчать? А молчать потому, что сказать нет чего. Потому что те миллиарды, которые были проведены на эту реформу, забрали у пенсионеров. Потому что люди ожидали реформу яку? Они ожидали, что когда они подзвонят 112, до них быстро приедет полицейский и разберется. Они приедут в черговую часть, принимают заяву и их не футболят. Слышьи расследуют справу и быстро, не затягивая, не берячи хабаров, отправят его до суду. На это должна была реформа быть. Люди ожидали, что это для них. Им все равно, какая координация там будет. Кто там что не спрацювал, это должен пробить профессионал. А квотный принцип, за этот квотный принцип держится сегодня министр. И почему мы не можем зарееструвать сегодня ни одну постановку? А потому что по Интеру мы не можем зарееструвать постановку. Почему? Потому что в регламенте и этим используется Порубий сказано, что каждая фракция должна дать своего представника. И они не дают представника. Кто? Про зацикавлений и все. Сергей, мы поняли. Судя по всему министр, в принципе, не очень особо-то переживает. Вот его ответ по поводу проекта возможного постановления об его отставке. Цитирую. В 63-й раз уже зарегистрировано подобное постановление. Дай Бог нашему теляте Волка понять, почему-то ответил Аваков на вопрос о реакции на проект постановления. Александр, скажите вы, пожалуйста, спасет ли, может ли Аваков чувствовать себя настолько расслабленно за вот этой вот коалиционной стеной, о которой только что говорил Сергей. За этим квотным принципом. Напоминаю, перед отставкой Яценюка около полугода Народный фронт пугал страну хаосом, прыжком в бездну, народными восстаниями, нищетой, перевыборами, всем чем угодно. Но когда Народный фронт понял, что Яценюка убирать все-таки придется, все замолчали и как-то зажили дальше, более-менее относительно мире и дружбе. Сейчас ситуация может повториться? Ну, знаете, вечных министров, конечно, не бывает, и вечных премьеров не бывает. И поэтому понятно, что министр внутренних дел в некотором смысле это более влиятельная фигура, чем премьер-министр, поскольку у него просто больше подчиненных вооруженных, чем у премьер-министров. Поэтому это значительная величина. Но, тем не менее, конечно, ничего вечного не бывает. Тут говорили сейчас о квотном принципе, это совершенно правильно. Я бы это добавил. Он у нас не столько уже квотный, он квотный по формированию. А дальше все наше правительство, и не только правительство, превращается в такое сборище групп разных. Это уже даже, понимаете, не партии в чистом виде. Мы же не можем сказать, что это политические партии, какие они должны быть. Это группы по интересам. По финансовым, по политическим, еще каким-то. И поэтому вот эта группа... Но это перерастает в клановый принцип, правильно? Ну, кланы, группы, да. Да, как хотите так называйте, но суть одна. Да, это группы, которые... Люди, которые связаны вот одним каким-то делом, да. Ну, называйте Коза Носта, называйте. Неважно как. Наше дело, ваше дело. Но дело в том, что это действительно проблема, потому что вот они очень озабочены именно этим, сохранением группы. Вот как бы... Вы про Радиевку сегодня говорили. Вот как, по идее, зная опыт в Радиевке и всех остальных, как должно было действовать МВД? Да, конечно, все все показать. Да, конечно, по возможности. Понятное дело, что есть тайна следствия. Конечно, быть... Каждый день выходить на брифинг. Конечно, быть предельно открытыми. Конечно, тех людей, которые... Которые, не прикрывая никого, даже если это свои. Это неважно, свой, не свой. Вы должны показать, что, ребята, мы заинтересованы в том, чтобы раскрыть преступление как можно быстрее. И тогда, независимо от того, еще раз, кто к какой группе относится, тогда бы люди повеяли. Поскольку они все играют в политтехнологии, как я понимаю, там очень много технологов и очень много советников информационных. И они всячески советуют, каким образом надо те или иные процессы там закрывать, скрывать, что в Фейсбуке написать, когда написать. Они так заигрались этой историей, что забыли очень простые вещи, что надо просто искренним, простым и понятным людям. И тогда люди потянутся. Не надо разрабатывать четырехступенчатые технологии. Я сейчас не про квартиру Азарова, хотя Бог его знает, что там. Но не надо этого делать. Надо просто людям простым и понятным языком дать понять, что мы, да, мы виноваты, мы отвечаем за это. Кстати, еще один момент. Вы знаете, что идет реформа министерства. Вы знаете, что появятся госсекретари. Госсекретарь МВД, насколько я понимаю, уже определен. Но, понимаете, парадокс в чем в европейских странах, если мы уже копируем эту технологию. Ведь министр, который является политической фигурой, и, конечно, не руководит непосредственно полицейскими нарядами и так далее, он же действительно все равно несет за них ответственность, как ни парадоксально, политическую. И, как мы знаем, прекрасно, что если где-то происходит, министр, который, еще раз говорю, в цивилизованной стране не имеет никакого отношения к руководству, собственно, аппарату министерства, он несет политическую ответственность. Он спокойно уходит в отставку, конечно, сам. Я думаю, что мы к этому придем. Вот. Но для этого вот эту историю действительно с групповыми интересами надо поломать. В этой истории, кстати, отдельно замалчивается тема кордовцев. Что их ждет на руках у этих людей? Ведь, судя по заявлениям того же главка МВД и нацполиции, кровь. Или вам удастся уйти от наказания, как, например, до сих пор не наказанные беркутовцы, расстреливавшие Майдан? Олег. Ну, во-первых, я тут хочу погодиться полностью с экспертом. Знаете, сейчас существует такое разделяй и володарюй, так? И, соответственно, мы сейчас можем все вместе, народные депутаты, объединяться про створение темчасовой следовательной комиссии. Если нужно заблокировать трибуну, нужно блокировать трибуну. Но нам нужно расследовать эти дела, и, в частности, кто виноватый кордовцы, кто виноватый Министерство внутренних справ. И, соответственно, инициировать выставку Министерства внутренних справ. Олег, вот если я могу спросить, вы сами в это верите? У вас осталось всего четыре рабочих пленарных дня, на которых вас будут ломать через колено, чтобы вы приняли бюджет. И верите ли вы в то, что кто-то перед отпуском к вам присоединится и пойдет блокировать ту трибуну? Это как раз и привид, чтобы бюджет не был принятый. Принятый, правильно? Я правильно понимаю, что вы предлагаете парламенту обмен, отставку Авахова на принятие бюджета, Сергей? Мы можем говорить об отставке Авахова в обмен на принятие бюджета? Друзья, есть вопрос в том, что есть фракции, которые сегодня в оппозиции. Они должны, по-перше, на погоджевальной раде сделать все возможное, чтобы эти постановы были зарестрированы. Для того, чтобы не постраждал бюджет. Это правда, бюджет первый. Но если тебя не слышат, если оппоненты твоего не слышат, если не хотят никакими способами делать все, что нужно для страны, как нужно потом делать? У меня есть опыт, когда я в минулих скликаний один стоял бюля трибуны, я все помню, и блокировал его один за свой закон про спасти. И добил его, один добил его цей закон. Я хочу эксперимент. Алексей, можно? Элементарный эксперимент. Дивися. Парубий не рееструет проект постановы про створение тридчасовой следственной комиссии. Я вчера инисиювал представку Парубия. Вы предлагаете присутствующим подписать? Вы третий раз уже об этом говорите. Сергей, во время рекламы вы это сделаете обязательно. Нет, нет, нет. Показательное выступление во время рекламной паузы. Владимир Кисенко, скажите, вам не кажется, что руководство МВД сейчас микрофон отключу. Прости. Сергей, я после рекламы покажу зрителям количество подписей. Владимир, как вам кажется, руководство МВД не исчерпало ли лимит на свои ошибки? Убийство Павла Шеремета. Виновных нет. Хотя обещали очень быстрое расследование. Давайте будем реалисты. Полтора года прошло после взрыва под Верховной Радой. До сих пор ни дело, ни наказание. Список этих дел можно продолжать, и продолжать, и продолжать. По убийству Павла Шеремета. Убийство в николаевских полицейских. Что дальше? Как долго еще МВД будет заставлять общество закрывать глаза на собственные ошибки? Ну, я бы не обобщал МВД все вместе. Есть действительно персональная вина Авакова за многие вещи. И, кстати, по реформе я бы избегал таких тотальных негативных оценок. Потому что эксперимент, например, с патрульной полицией при всей его неоднозначности. Там опыта не хватает, профессионализма не хватает. Но, плюс, на мой взгляд, мощнейший. Там нет коррупции. ГАИ – символ коррупции. А тут ситуация все-таки совсем другая. Они пытаются хотя бы работать по-новому. Что касается профессиональных подразделений, криминальной полиции и многое другое. Тут проблема очевидная. И реформы полноценной не получилось. И это вот ответственность Авакова. Потому что он, как политический министр, должен обеспечивать продвижение реформы и ее эффективность. Кадровая политика и так далее. Теперь, что касается убийства Шеремета. Я думаю, что профессионалы, которые работали в милиции, прекрасно знают. Есть убийства. Особенно заказные убийства. Которые, бывают, вообще не расследуются. Тут бывают такие ситуации. И здесь очень сложная ситуация. Поэтому я бы не обобщался эти. А вот то, что случилось в Княжичах и многие другие инциденты, это действительно прямая ответственность руководства МВД. Здесь есть и ответственность политическая. И думаю, что должна быть обязательно ответственность правовая. А вот вы говорите все время о политике, политическая ответственность. Вам не кажется, что у нас МВД уже приобрело такой статус в стране, который не должен быть? Это сила, политическая сила, да? На сегодняшний день, получается. Ну, понимаете, вот если... Которая постоянно грозит политическим разбродом и шатаниями в стране в случае остатки одного отдельно взятого министра. Очень важно. Вам это не напоминает семью? Нет, я все-таки очень осторожен, пока не напоминает, но если тенденция приватизации этого министерства персонально или, скажем так, под политическую силу будет продолжаться, то тогда эту тенденцию надо будет останавливать. Хорошо, с убийствами Шеремета, которых я вспомнил. Мягко о том, что вот есть скрытые потуги сделать это. Но я абсолютно уверен, что, допустим, если бы Аваков попытался вот этих людей с оружием поднять в своих интересах, абсолютное большинство тех, кто работает в этой структуре, не пойдет за Аваковым. Но тенденции использовать министерство под себя, к сожалению, есть. Анна, вот как вы считаете, если с теми же убийствами Павла Шеремета, понятно, что ситуация сложнее. Хотя, ну кажется, что тот, кто нужен, тот уже знает, мое мнение, на чьих руках кровь Павла. Но здесь ситуация вот с этой ситуацией в княжечах. Ведь, в принципе, те, кто стрелял, те, кто убийца, неизвестны. Кордовцы понесут наказание или нет? Вот судя по тому, что вы видите. А с Кордовцем там складная история, судя сейчас хронологией, яка описана в СМИ. Там складная история, которая тянется давно. Уже давно говорят о том, что там спрятали половину беркутовцев, которые и во время Майдана натворили. Там спочатку загинув керевник Корду, а потом есть такая версия, что могла быть помста за смерть керевника. И там есть, ну нам не рассказывают, но там же есть в одном теле, выучили больше 40 куль. Это жахливая трагедия. Это расправа. Так. И давайте сгадаем спецоперацию в Одессе, два загиблих правоохоронця. И никто по сегодняшний день не понес за это ответственность. Я думаю, что эта история, эта трагедия свидетельствует как раз про то, что трошечки реформи мы разрушили з місця ту кондовость, которая была в правоохоронных органах. И на сегодня все замовчают одну серьезную проблему. Я думаю, что правоохоронные органы справедливо работают с злочинным миром. Не все, конечно, набраны новые люди, их 8% и плюс там 12 тысяч патрульной полиции. И я ни в каком разе не хочу звонить всех. Но фаховцы хорошо знают, что есть и тисна співпрация, и есть справедливо правопорушения. Я не хочу сейчас эту группу назвать сбоку правоохоронцев. И эта история... Ну, мы же все понимали, что один из подразделов там порушил закон. И если они не напрямую там хотели выкрасти майно, то они все равно поза законом намагались проникнуть в жизнь для того, чтобы вилучить, примером, какую-то информацию или сделать еще какую-то справу поза законом. Я увереннее за все. Знову, до суду я не хочу обвинувачивать. И я думаю, что руководство мовчает именно с этой причиной. Мовчает руководство КОРДУ. Мовчает, пожалуйста, Держоохорона. Почему они мовчают? Ихни-то співправедники выполнили свой обязатель. Они тоже замовчают всю эту ситуацию. Потому что там было порушение закону. Поэтому и замовчают. Во время нашего с вами здесь дискуссии. Наши зрители... Зрители черного зеркала отвечали на вопросы на нашем сайте. Извините. Отвечали на вопросы на нашем сайте подробностью. И будет ли объективным расследование трагедии в Княжичах? Да, верят около четверти. Проголосовавших нет три четверти. Прокомментировать я попрошу не выступавшего еще Николая Скорика и некоторых экспертов, которых успею подключить к разговору. Я думаю, что этим голосованием люди показали свое отношение не только к МВД, к Авакову, а в целом к власти. То, что произошло, это во-первых страшная трагедия, а вот все, что происходило после гибели этих ребят, это смесь колоссального цинизма и лицемерия. Вот вы себе, уважаемые коллеги, хоть на секундочку, вот там говорилось о, там, если, такие сегодня звучали у нас там, сослагательные наклонения и будущее время. У нас давным-давно наступил абсолютно полный правовой беспредел в стране, когда определенная группа людей не выполняет законы в принципе, им за это ничего не делается. И вся остальная страна на это смотрит и все разваливается, не когда-то будет там развалена экономика, все пребывает в руинах, а мы говорим о том, что там Аваков или не Аваков. Это от того, что даже если на сегодняшний день Авакова отправить в отставку, он все правильно прокомментировал, кстати, 63 раза обращаются там за отставкой, ни в какую отставку его никто не отправит. Он даже не удосужился, человек, который из Фейсбука не вылазит, не удосужился высказать соболезнования родственникам погибших, не удосужился никто прийти на похороны к этим людям, которые сотрудники МВД, из высшего руководства МВД. О чем мы говорим? То есть у власти находятся люди, для которых главное это вот эта несуществующая коалиция, ведь ради чего все происходит? Понятно. Сергей... Чтобы Народный фронт не вышел из коалиции. Сергей, прокомментируйте вы результаты, пожалуйста. Вы знаете, я очень коротко хочу сказать по поводу похорон, кстати, которые произошли. Их долго скрывали, а никто не знал из тех, кто собрался хоронить, отдадут тела или нет. Их отдали очень неожиданно и быстро, для того, чтобы туда не могла собраться просто большая группа людей, которая могла перерасти просто в какую-то манифестацию. Это первое. Поэтому руководство сегодня реально боится того, что реакция общества, она может быть непредсказуемой на самом деле, поэтому очень тщательно подбирается, наверное, даже каждая запятая в том, что будет сказано. Но я хотел сказать еще вот о чем. Понимаете, самое страшное, что безопасность украинского народа, она стала продуктом какого-то вообще и политического государственного безразличия. Мы с ужасом, эксперты, говорим о том, что преступность выросла страшно, о том, что она приобрела беспощадный характер организованной и международного масштаба. Но эта тема, она вообще не беспокоит МВД, даже если убрать вот эту страшную ситуацию. Понятно. Владимир Полищук, а вы верите в расследование? То, что расследование будет доведено до конца, виновный, названный, наказанный, кто-то принесет политическое ответственность. Ну, смотрите, когда я присутник на ток-шоу «Політичник», то чувствую, что я виноватый. И вот все эти парни в тех плохих делах, которые происходят в нашей стране. Отповеденности депутатов я не чувствую. Милицию нужно было реформировать с 1992 года. Нужно было что-то делать для того, чтобы не в 2013 году это сталося, а немного раньше. И потом, скажите мне отверто, если бы Аваков не был бы министром внутренних прав, эта трагедия произошла бы? Может быть, что произошла, потому что причины этой трагедии, они глибшие, а не какая-то особа. Но другой вопрос, касающийся ответственности депутатов, могу задать и я. Это вопрос риторический. Стоит ли покрывать ради мифического существования коалиции, стоит ли закрывать глаза на ошибки, трагические ошибки руководства МВД? Эту тему мы будем обсуждать и во второй части нашей программы. Знаете, как с коалицией. Ты видишь коалицию? А она вроде бы и есть. Так есть она или нет? И стоит ли ради нее, в общем-то, кого-то покрывать? Давайте поговорим уже через несколько минут. Дождитесь, пожалуйста. И снова здравствуйте. Мы продолжаем политическое ток-шоу «Черное зеркало». Я Алексей Лихман, очень рад приветствовать вас снова. Коалицию видишь? Нет, а уверяют, что она есть. Как долго еще в парламенте будут идти на взаимные уступки и платить высокую цену политике за то, чтобы продолжать создавать видимость большинства? Давайте разберемся. Александр, с вас хочу начать. Вам не кажется, что цена сохранения коалиции или видимости этой коалиции несколько высока уже на сегодняшний день? Последний пример – это заявление о том, что политическая ответственность за смерть пятерых полицейских не повод для отставки министра. Дескать, это может развалить коалицию. Ну а что тогда должно быть этим поводом? Ну да. Ну, знаете, коалиции на самом деле это намекали на суслика. Это тот суслик, который появляется и исчезает несколько раз в день, как мы знаем. То есть она время от времени, в течение сессионного дня, коалиция может появиться на пять минут и тут же куда-то пропасть. В самом деле это привычное, достаточно состояние украинской политики. Очень редко, когда у нас за последние десять лет, да, с тех пор, как вступила в действие новая конституция, а очень редко, когда была какая-то устойчивая коалиция с четкими политическими интересами, заявленными. Как правило, это коалиция собрания групп разных, которые иногда и не совпадают, как известно, с фракциями и группами, которые зарегистрированы в парламенте. Вот мы знаем, например, что в блоке Петра Порошенко есть люди, которые голосуют сами по себе. Да, вот фракция может принять одно решение, они голосуют сами по себе. Значит, это уже не фракция, да, по сути дела. А такие же группы есть и в других фракциях, да. Есть депутатские группы, собственно, которые тоже голосуют неизвестно почему. Потому что у них нет политического какого-то такого заявления, да, почему они делают теряные вещи. А это происходит просто ситуационно. И это, конечно, самое неприятное состояние, потому что сказать, что и вот, я же говорю, она появляется несколько раз в день, поэтому сказать, что ее нет, нельзя. Сказать, что она есть, тоже нельзя. Она мерцающая такая. Ну, вы вставите хотя бы одно успешное голосование, которое прошло бы без привлечения отдельно взятых... Ну, я же говорю, она, знаете, эта коалиция, которая еще раз ситуативна, она не совпадает с той заявленной. Правильно. Это де-факто не совпадает с комиссией. Ну да, с де-факто не совпадает с комиссией. Ну да, с де-факто не совсем совпадает. Тем более, что де-факто она тоже меняется каждый раз, потому что каждый раз разные люди голосуют за терянные проекты. Поэтому, на самом деле, это, конечно, ничего, ни о чем не говорится. Ширка в оппозиции существует. Закончил один момент, да. Но, понимаете, возникает проблема другая. Вот действительно, ее нельзя формально распустить, то есть фактически распустить, ее нельзя фактически собрать. Когда это все закончится, я вам скажу, когда не за одно решение, нельзя будет собрать 226 голосов. Хорошо, тогда следующий вопрос. Следующий вопрос. Вы заговорили о де-факто и де-факто. А можно ли последние решения парламента признавать законными, если учитывать, что коалиция у нас все-таки существует только де-факто, а не де-факто? Нет. Решение парламента и решение парламента. А где доказано, что ее нет? Нет. И есть ли в регламенте Верховной Рады четкие, однозначные инструменты, которые бы могли подтвердить, что ее нет? Вот в чем проблема. Как в общем нет доказательства наивт. Пусть депутаты примут такой рекламент. Вы знаете, что не имеют подписи. Кто бачит? Вы бачите эти подписи? Владимир, вы мне извините, но вы мне сейчас напоминаете, что вы говорите о том, что российских войск на Донбассе и Кружении. Вы не думали показать эти подписи? Олексей, вы что дозволите? Вадим, вам вся эта история не напоминает, не говорит о том, что, ну вот насколько мы далеки от Европы. Я говорю о шантаже, снова и об отставках. Там за меньшее прегрешение, в общем-то, сразу убирают людей, они сами уходят в отставку. У нас чуть что, прячутся в кусты и оттуда выкрикивают, вы раскачиваете лодку, вы агенты Кремля и так далее, и так далее, и так далее. Ну смотрите, вот о коалиции, тут смещение целей. Коалиция нужна для того, чтобы не распускать парламент. Но не для того, чтобы голосовать и принимать законы. Законы принимает парламент, а коалиция этот парламент держит. И все, вот для чего она нужна. Что касается вот этой нашей ситуации, знаете, вот это в чем наша проблема. Мы не Россия, но и не Европа. Вот мы зависимы. Знаете, коалиция, в России же ее нет коалиции. Вообще там другая система управления, там ручное политическое управление. Хорошее, плохое. Там тоже вроде бы эффективность есть, принимают любые законы. Но тоже что-то не лепится, так, если говорить о результатах экономической, социальной и так далее, политики. Вот. У нас нет европейских институций, потому что, ну давайте же вот партия. Вот да, мы говорим много о партиях, так, но ведь это же не партии дают лидеров, выдвигают лидеров. А лидеры создают партии. Чего нет в Европе. Потому что, смотрите, вот президентские выборы во Франции. Понятно, что Оланд проигрывает президентские выборы. Что он делает? Ну, партия заставила его для того, чтобы сохранить социалистов. Для того, чтобы все-таки идею эту сохранить. Для того, чтобы партия сохранила в политическом поле. Они говорят, да, ты не пойдешь, Франсуан, давай будем вальса выдвигать. А вальс уже будет двигаться. Это называется партийная инвеститура. Партия инвестирует лидеров. Вадим, я вам сразу еще и уточнил. А у нас наоборот. Извините, не могу не уточнить. Потому что социалисты знают, что у них есть рейтинг кредит доверия в обществе. Большой, например. Какие-то свои 20%. Здесь люди сидят с рейтингом полпроцента. Это статистическая подрежда. Я говорю о народном фронте. Поэтому надо искать альтернативы. Поэтому здесь думают о том, как удержаться у власти. Подольче. Чтобы не довести ситуацию до перевыбора. Дайте слово социалисты. Вадим, закончим. Дайте слово социалисты. Вы не французский социалист, пока помолчите, пожалуйста. Здесь думают вот еще. Простите слово на французский. Но если распускать парламент, не перебивайте Вадима. Распускать парламент. Так, вот смотри. Я понимаю, как он будет. Распустить парламент. Будут новые выборы. А что будут новые выборы? Народный фронт уйдет. Конфигурация будет другая. Я думаю, что конфигурация будет какая? В пользу премьерской республики. Потому что партии, которые выиграют Верховную Раду, они свою коалицию создадут, свое правительство, своего премьера политического. И уже есть новое двоевластье опять. Президент, премьер, министр. Вот поэтому сейчас они хотят этот такой сценарий. Что касается... Но тут важный, вот у вас в вопросе важный. Это хорошо устроились все элиты вот этого от Черного моря до Балки. Или от Балки от Черного моря. Которые... Любая коррупция, любые обвинения, рука Кремля, рука Путина, рука Газпрома и так далее. А результаты не показывают. Вы посмотрите, в Македонии выборы недавно были. В Черногории выборы недавно. Все пугают... Болгарии, так? Молдове. Все пугают рукой Москвы. Хорошо элита устроилась. Она прикрывается всегда Россией и российскими атаками, так? И тем самым, так, получает алиби, индульгенцию от провальных результатов своей политики. Вот с этим надо как-то бороться. Сергей Руды к нам присоединился. Сергей, спасибо, что пришли. Вы у нас здесь единственный представитель коалиции. Большинство... Вам за него и отдуваться сегодня, наверное, извините. Так вышло, вам не привыкать, наверное. Скажите, а как долго коалиция еще просуществует вот в этом режиме за шаг до развала? Но более полугода уже там худо-бедно как-то большинство якобы существует в парламенте. Надолго хватит запаса прочности? Видите, я сегодня приехал из округа, я умудрился побывать в парламенте, и потом видеть центр своего округа, место Смило, Каменка. И знаете, приезжающий на округ, особенно весной этого года, стыкался с вопросом номер один, а вы приехали, потому что завтра выборы. Вот сгадайте, у нас эти выборы, которые, наверное, должны происходить, должны происходить с этой весной. И они не происходят. И когда я вступаю в риторику на тему, до коли будет жить этот парламент и будет жить эта коалиция, я людям говорю, знаете, по моим думкам, она целиком может дожить до осени 19-го года. А как люди при этом жить будут? Как при этом люди будут жить? Так же, как и раньше. Товариство. Не валите все в одну купу, будь ласка. Сергей, скажите, пожалуйста. Если общество все-таки потребует отставки Арсена Авакова, пойдет ли на это БПП? Или прислушается к Народному фронту, который, понятное дело, будет говорить о развале коалиции, коллапсе и так далее, и так далее? Питание очень сложное, и было бы удивительно приховывать это меня, как члену коалиции. Конечно, критические зауважения уже давно лунают, и эпизоды, связанные с недопрацеванием полиции, были, и это не первое. И этот эпизод, конечно, он кричущий. Но есть думки с приводу того, что министр Аваков не должен принести политическую ответственность, а не какую-то другую. И думаю, что в среду фракции БПП будут люди, которые будут вызвать ее до отставки. Но это предмет разговора в рамках самой коалиции. И в первую очередь это должны говорить на этом уровне. Давайте почекаем буквально тиждень-два, и мы отримаем ответ на это вопрос от наших коллег. Сергей, вот этот тезис, который давайте почекаем от тиждень-два, очень выгоден тем, кто сейчас участвует в заговоре молчания. Через тиждень-два вы уйдете на каникулы, вернетесь через три с лишним недели, весь народ пойдет праздновать Новый год. В общем-то, как-то новогодняя тюрьма позволит политикам, которым невыгодно решение этого вопроса, замять эту тему, замолчать. Понимаете? Возможно, решение нужно принимать быстро? Наступный тиждень не пленарный. У нас тиждень будет через тиждень пленарный. В принципе, за этот тиждень вполне можно в рамках полиции это вопрос говорить. Мне действительно одному представнику важко тут отдуваться за всех, но я думаю, что в первую очередь это должен быть предмет разговора. Понятно. Хорошо. Давайте о том вопросе отдуваться, где вам будет легче. Вы член бюджетного комитета. 226 голосов. Ваша задача минимум. Четыре пленарных дня всего рабочих осталось. Вычеркну пятницу смело. Ну, согласитесь, но не будет. И 200 человек следующую пятницу перед каникулами. Будет принят бюджет или нет? Абсолютно впевнено. Можу вам сказать, что бюджет будет принят. Он не был принят, или не может быть принят, как мы планировали до 15-го, то есть до следующего тижня, только через то, что несколько важных законопроектов, не знаю, говорили вы в этой студии про это или нет, были приняты в первом читании. Я буквально еще одну хвилину. Абсолютно реально приняты бюджет. Если не будет, естественно, блокирование трибуны, если не будет... Понятно. Татьяна Острякова, вы разделяете этот бюджетный оптимизм, у меня нет? Я бы хотела еще повернутися до питания коалиції перед бюджетным оптимизмом, потом перейти до бюджету. Хотела зазначити, шановным экспертом, что коалиция нужна для того, чтобы впроваджувати в життя программу действий уряду, большинство голосов парламенту. Самое коалиция выполняет программу коалиционного уряда. Что на самом деле у нас? Есть расширена так называемая коалиция, где есть две депутатские фракции, БПП и Народный фронт, которые не способны впровадживать в життя программу действий уряду. Давайте рассмотрим на примере бюджета. Хибо у внесеного бюджета и в внесенных изменениях в податковый кодекс было, например, снижение ренты на видобуток нафти? Давайте подивимось. Ни, не было. Когда это появилось? Это появилось за пропозициями комитетов. Сейчас изменения до податкового кодекса проголосованы у второго года. Расширеною коалицией двоих фракций и олигархических групп. Для чего? Для того, чтобы обеспечить голоса певных представителей олигархата под бюджетом. Хибо уряд вносил извольнение от обеспечения кредитов, которые брались под евробанды? Не вносил. Для чего это нужно? Для обеспечения голосов по блоку под податковым кодексом. Будем дальше идти. Поэтому, если бы была коалиция, шановные коллеги, то коалиция бы тогда не разминювала интересы бюджету и народу Украины на то, чтобы обеспечить голосы под бюджетом. А коалиция бы коалиционной большинностью 226 голосов проголосовала бы за программу ДИУ. Здесь я хочу обратить ваше внимание. Вдруг кто-то забыл из присутствующих или из телезрителей. Бюджет-то, напоминаю, нам обещали принять уже на этой неделе, но потом почему-то отложили принятие этого решения, фактически удлинив время. Для торгов. Для торгов, все-таки, вы говорите. На две недели. То есть вы, Сергей, согласны с теми экспертами, которые говорят, что откладывать будут до последнего, пока все куларные договоренности не будут завершены. В общем, высокая цена провала бюджета. Это глобальный сигнал миру и Украине, внутренней политике, о том, что коалиция не существует де-факто. Она даже не существует в своем гипертрофированном виде с привлечением отдельных групп на отдельных условиях. Это первая важная составляющая. Вторая важная составляющая. Ее формально действительно не существует. Снова, поруби. Я 8 месяцев назад, после того, как вы провалили или не провалили отставку Яценюка, написал вместе со своим коллегой Суганяко Александром, членом социал-демократической партии, моим заместителем, заявление о выходе с коалиции. 8 лет, поруби, включает Муму. 8 лет. 8 месяцев? 8 месяцев. Вы еще стойко в парламенте не просидели. 8 месяцев. Он не оглашает заявление о моем выходе. Я подаю в суд. Они ломают через колено суд. Суд принимает решение о том, что, оказывается, суд не может обязать порубия огласить мой выход из коалиции. Почему? Потому что у них там впритык 226, мы выходим, и у них нет... 201 мы выходим, и формально нас нет. Смотрите, вы заговорили все-таки о торгах, о договоренностях куларных. Мне интересна цена вопроса. Вот вам, например, известно, что могут предлагать отдельно взятому депутату за голосование по бюджету. Это что? Чемодан с деньгами, деньги на округ, Мерседес, Ламборгиния, я не знаю, что. Цена вопроса. Я как раз про это хотел сказать. Перед тем, дайте мне очень коротко сказать, все-таки, как праведнику, про то, что коалиция это очень четкая юридическая дефиниция. Она предназначена в Конституции. Что написано в Конституции? Если в 30 дней после развала коалиции не формуется новая, у президента появляется право распустить парламент и призначити достроковые выборы. О, что означает юридичная складова наявности коалиции. После того, как из коалиции вышли фракции Батьковщины, Самопомощи и Радикальной партии, в коалиции стало меньше 226 депутатов. И таким чином с того моменту у президента Украины появилась юридическая подстава для того, чтобы достроково прекратить повноважение парламенту. И поверьте, в администрации президента очень хорошо знают про то, что у них в любой момент есть возможность запустить этот сценарий, когда они захочут. Это раз. Теперь про фактичную коалицию. Как в свете визначается, какая коалиция на самом деле существует. И вот, когда мы побачим голосование за бюджет, а это мы побачим уже с порушением термину «Бо» по бюджетному кодексу и регламенту Верховної Ради до 1 грудня бюджет має бути ухвален. Сейчас мы уже пропустили этот термин. Так вот, когда мы побачим складовую 226 або больше, которые проголосуют за бюджет, вот такая коалиция реально существует в стране. И это эти политические партии, которые взяли на себя ответственность за все снизивание соцстандартов, за эти драконевские тарифы, за то, что от студентов забрали пенсии, за всю политическую коррупцию. Иван, я абсолютно с вами согласен. Вы правильно и хорошо говорите, но не отвечайте на мой вопрос. А теперь, что касается вашего вопроса. Везумовно, что политическая коррупция в парламенте существует. И эта политическая коррупция, до речи, я про это сейчас буду говорить, сегодня Международный день боротьбы с коррупцией очень символично. Я вас все с ним поздравляю, но, к сожалению, благодаря... Возникает только вопрос, благодаря кому в Украине этот праздник со слезами на глазах? Мы на первом месте за рівнем коррупции в Европе и в Центральной Азии. Мы уже всех перегорнули, сегодня переплюнули в этом плане. Так вот, действительно, в государственном бюджете, я стверждаю, есть конкретные статьи, которые предусматривают политическую коррупцию за будущее голосование по бюджету. И я вам скажу деякі из них. Я нагадаю, что в минулом бюджете розраховывалися с фракцией відроджения за голосование за бюджет через то, что ввели два реестри отшкодования ПДВ. Те же самое по отшкодованию ПДВ мы бачим и в этом бюджете. Раз. Друге... Друге... Нет, говорит Татьяна Осли. Мы побачим, что будет, когда мы будем голосовать второе читание. Я скажу, что хочет отроджения. Между первым и вторым читанием по бюджету уряд добавляет на так звану закупку пожежных автомобилей додатково 200 млн грн. Андрей, снова радикал. Складает 600 млн грн. Андрей, снова придется голосовать. Это второе, про что мы должны помятать. И, в конце концов, вспомните, как мы не дали в четвер проголосовать варіант комитетский по законопроекту, который предбачал появу так званых duty-free и снова этих магазинов безмитной тарифы, когда мы змусили в первом читании проголосовать урядовый и правильный, до речи, законопроект, который предбачал забрать регистры от ДФС, базы все, передать их в Минфин и, в конце концов, перестать платить с государственного бюджета те платежи, которые мы платили приватным компаниям, которые были вдержавшими этих регистров. У меня возникает один вопрос. Иван, спасибо. У меня возникает здесь один вопрос. Как на все эти хотелки отреагируют люди на улицах? Михаил Волонец, вы как один из лидеров профсоюзного движения. Как считаете? Вот смотрите. Вчера 12 тысяч людей вышли на улицу. Несмотря на погоду, люди не расходились. И никто на это не обращает внимания. Люди уехали, не получили ответа. И было много там брехни. Бюджетный процесс и уже голосование за него началось, потому что несколько дней назад проголосовали за закон 51.30. Пообещали людям зарплату с 1 января в два раза выше. Обман, полный обман. 70% студентов не получат стипендию. Это второй обман. Третий обман, что заявили, что минимальная зарплата будет 3200. И именно отсюда в два раза будет увеличена зарплата. на самом деле привязали первый разряд самого низкого оплачиваемого работника прожитушного уровня. Сергей, и ты проголосовал за это. И проголосовали радикалы. Потому что это цена за этот бюджет. Вы обслуживаете интересы политической силы, которая называется Батьковщина. Вы бывший депутат. Вам не выгодно эта ситуация, потому что это мой законопроект. Моя норма 3200 и Федерации Франсоюза Украины это первое. Второе. Второе составляющее. Не нужно забирать возможность у людей получать достойную минималку 3200. Вы хотите их загнать, чтобы снова полторы тысячи получали? Не будет. Будем ломать Кабмин, чтобы студенты получали нормальную стипендию. Собирайте студентов. Я буду собирать. Будем идти под Кабмин и ставить в позу весь Кабмин Гройсман и Премьера. И будут они получать нормальную стипендию. Третья важная составляющая. В этом законе мы наконец прекратили долгоиграющую пластинку десятилетнюю, когда грабили фонды. Фонды. Мы наконец-то создали условия, чтобы берить фонды. Каждую неделю минус 50 миллионов гривен отправляли два начальника варной туда поставленные в прошлое время. Я не скажу, что вы солдат. Вы знаете, когда входите в такой раж, я за вас начну переживать. Вам так болит за Украину, как я вижу, что вы просто себя до удара доведете. Потише, пожалуйста. Вы не мешаете. Вы злите и не мешаете, что я болею. Вы заканчиваете только недолго. Вытащили каких-либингов правсоюзных нафтарина. Будет ликвидировано десятки. Вас вообще пригласили туда гостей. И будет создано всего три воспитательного округа. Запорожской области планируется создать всего пять воспитательных округов. Десятки больниц будет закрыто. Слушайте. Много учебных заведений. Материалы участки. Значит так. Значит так. Сергей, вы не разобрали сисьма. Мы вас услышали. Мы привезли вчера 13 тысяч человек. Мы обласили вчера пристрайковое состояние страны. Я просил в начале программы уважать присутствующих, уважать меня и зрителей. Федерация профсоюзов Если вы хотите, чтобы дискуссия здесь велась на уровне того, кто, кого, из какого нафталина достает. Сергей, если вы хотите вести дискуссию на уровне кто, кого, из какого нафталина, для чего и для каких целей достает, я могу вам пообещать, что со следующей программы я начну вести дискуссию в таком русле, но будет, что многим из присутствующих это очень не понравится. Хорошо? Там, где его видели вы. Сергей Мищенко, пожалуйста. Давайте, давайте о бюджете, о бюджете немного, и все-таки международный, нет, международный день борьбы с коррупцией. Можно ли поздравить Украину сегодня с какими-то успехами в этой борьбе? Я думаю, не только коррупционеров приветствовать, потому что они себя почувают как коты в масле. Продолжение, все эти схемы Януковича, они в полный хит на сегодняшний день працуют. Хорошо. День сегодня плачу, а не день боротьбы с Колумбой. Думаю, что вы сорвали фразу из уст Сергея, но все-таки слово Сергея. Сергей. Можно? Одна фраза. Непопулярна дуже речь. Якщо б у цієї коалиції було б 300 голосів, це було б гарно. А так 226 голосів і вона намагається в опозиції щось взяти. А от питання до опозиції, что она виторговывает в торгах? Машины, ПДВ, себе там какие-то преференции. А если бы была нормальная опозиция и сказала, добре, мы проголосуемся за 3200, за подвищение пенсии, за то, чтобы місцевым бюджетом залишили гроши, за то, чтобы аксизу залишили місцевым бюджетом, для того, чтобы подвищение цієї заработной платы правда добре, но и пенсия взросла. Тогда я понимаю, это торги, и тогда это соответственно впливает на этот бюджет. А так, мы видим другую опозицию, которая, на жаль, выторговывает для себя эти деньги, чтобы подраздеребанить. А потому, если бы была по позиции такая, которая говорит, что давайте мы женщинам пенсийный век уменьшим до 55 лет, давайте мы приберем депутатскую недоторгальность, давайте уменьшим депутатов до 150 человек, а не этих дармаидов 450 мать. Давайте и еще сделаем тогда я могу зрозумиться. Сергей, подождите, подождите, если вы все эти вопросы решите во время одной парламентского созыва, с чем вы потом на следующие выборы пойдете? Хоть один, я чему це говорю? Вот у меня поряд округ Онищенко, место Переяслов-Хмельницкий. У меня район Переяслов-Хмельницкий, а место не мий округ, Онищенко. У меня на МЗП-22 Переяслов-Хмельницкий, моя громадская приемальна, приемает людей Онищенко, потому что там так так засевалось. И они его никогда люди не видят. Но после этого они его не видели. Я уже говорю, что я взял інший округ, и там працюю с людьми, и зараз поеду наступному тиждень в округ и тот же самый Переяслов-Хмельницкий. На округа Нищенко, потому что я не можу раздевать Ну, Сергей, мне остается пожелать вам только выдержки и силы терпения. Николай Скорик, вы как оппозиция, кстати, очень долго боролись за повышение минимальной зарплаты. Так все-таки 3200 сейчас вот для вас это хорошо или плохо? Или вы критикуете это решение? И как прокомментируете слова тех экспертов, которые говорят, что 3200 возможно выдать людям только путем сокращения госслужащих, уменьшением стипендий, урезанием и так далее и тому подобное. То есть экономия на других социальных выплатах. В целом сказать, что 3200 это хуже, чем 1600 это невозможно. Но тут если это повернется не у кого. Во-первых, это совершенно не соответствует реальному уровню инфляции, то, что люди потеряли за последние три года. Второе, нет абсолютно никаких шагов ни в бюджете, ни в те законы, которые мы предлагаем в отношении стимулирования основных отраслей экономики. И вот, знаете, вот сейчас я слушал коллег и вот говорится оппозиция и так далее, коалиция парламенту всего два года. И за эти два года, когда парламент начал работать, в коалиции было 5 политических сил, которые брали на себя ответственность за судьбу страны. Ни одно из обещаний, которые давали эти политические силы и практически вся эта программа, как она там называлась, европейская, не помню точно, она не выполнена и близко. Когда говорят о регламенте, о том, что надо соблюдать регламент, я напомню, что регламент был грубо попран в самом начале работы этого парламента, когда в супер-регламенту впервые в истории украинского парламентаризма оппозиции не дали ни одной руководящей должности в комитете и оппозиция не получила место в президиуме Верховного Совета. Когда говорят о том, кто оппозиция, то на этой неделе был абсолютно беспрецедентный случай, когда в супер-регламенте регламентного комитету, который признал, что подание Генеральной прокуратуры в отношении нашего товарища и коллеги Новинского, оно абсолютно бездоказательно, в супер-регламенте этому решению его вносят в зал и продавливают через зал Верховного Совета. Зачем? Взагали законно. Зачем? Для того, чтобы показать всем остальным, что с ними будет? Для того, чтобы продемонстрировать, как будет голосоваться бюджет, за то, чтобы они были более сговорчивы в отношении всех других вопросов. Для того, чтобы отвлечь внимание людей от того, что от скандала Санищенко, который призывает расследовать, да, он там можно к нему по-разному относиться, но он говорит о совершенно конкретных вещах и утверждает, что он передал Миссель понятна, Николаевич. Спасибо. Татьяна, верните нас, пожалуйста, русло бюджета все-таки. Де кілька слів просказане. В поданных змінах до податкового кодексу, коллеги, я информую вас, Реєстр Відшкодування ПДВ-1. Это первая позиция. Принцип здействия Відшкодування хронологичность поддания заявок. Плюс скасована корупційна норма про то, что висновок ДФС должен быть для того, чтобы казначейство удалило выплату. И тому, я, користуюсь нагодой, прошу вас всех про то, что за эти нормы нужно стоять мертвы, потому что сейчас они до второго читания будут вибиваться теми, кто в парламенте сидит и роками заработает на откатах контроль, чтобы вы могли что-то придбати в магазине Дьютифри. Все бы было ничего. Татьяна, извините меня, пожалуйста, о каких Дьютифри мы сейчас говорим, если только что. Я понимаю, возможно, это важно. Нас зрители смотрят, они так и не поняли, им дадут 3200 или не дадут 3200. Нас смотрят пенсионеры, которые разочарованно ждут своего получения 10% пенсии на фоне большого получения минимальной зарплаты. Давайте ближе к народу все-таки, извините. Проект бюджета, который подан сейчас урядом в парламент уже как бы повторно, действительно закладена минимальная зарплатная плата 3200. И когда я слушаю пана Мищенко про конструктивную оппозицию, у меня такое впечатление, что он просто все тезы самопомощи озвучит. И не руйнувать децентрализацию финансовую. И подвышить минимальную зарплату и пенсию. И при этом не делать это за рахунок спрощенцев. Не подвышать единый податок. И тогда мы поддерживаем этот бюджет, когда мы увидим, что деньги остаются на месте и не забираются в спрощенцы. Тарас Качка, вы как экономический эксперт. Можете нам ответить, потянет ли наша экономика 3200 минималки без сокращения госслужащих и других социальных выплат, как то, стипендии и так далее. И все-таки пенсионеры, почему они обижены? Почему обижены отдельная статья расходов, отдельная группа людей, нуждающихся, пенсионеры-инвалиды, которым не добавляют ни копейки, как я понимаю, что с ними делать? Позиция по минимальной зарплате в 3200, большинство экономистов оценили негативно с точки зрения того, что мы еще, насправді, негативный вплив от этого увеличения может быть и инфляционный, и створение ожидания среди пенсионеров, и вообще это очень рискованное решение. Тем не менее, премьер, мы общались с ним, принял на себя суто политическое решение, он уверен, что это работает в позитив, он может позволить поднять зарплату до 3200, это его политическая позиция, он уверен, что он может управлять всеми негативными рисками, которые возникают. Это диалог отбылся сведомо. Что до других категорий, понятно, что пенсии увеличивать, изменять можно лишь в контексте пенсионной реформы. Понятно, что наша сегодняшняя пенсионная система не функциональна, то есть сегодня дефицит пенсионного фонда величезный, без проведения реформы пенсионной системы как таковой, говорить о подвищении пенсии неможливо. Вот такая ответственность. Спасибо. Все-таки, Михаил, чуть позже, извините, если короткая ремарка, то пожалуйста. Если короткая ремарка, то пожалуйста. Я хотел сказать, что Тарас правильно говорит, что это было принято политическое решение. Почему? Потому что влада потеряла всякую доверию от народа Украины и нужно было на несколько месяцев отбылать внимание. На самом деле, 3200 это не 3200. зарплата привязана до прожиткового ремня против подвищения зарплаты. Вы разумели это обмак? Европейскую краю, где лидер простилок против подвищения зарплаты. Это просто нонсенс. Это жах просто. А почему? Залмал полицию Сергей, Сергей, подождите. Сергей, Сергей, вот вы сами. Михаил, секунду. Сергей, ну вот объясните мне пожалуйста одну логику. Почему когда представители того же народного фронта, кабинета министров, воспринимают критику любую в штыки и каждого из несогласных с ним называют агентом Кремля, рукой Москвы и так далее и тому подобное врагом Украины, вас это бесит? Почему когда вы слышите мнение, которое отличается от вас, вы поступаете точно так же, как поступают ваши недруги? Ну где логика? Я объясню почему. Можно я объясню? Нет. Так я объясню. А как же, нет, это вопрос, на который я не могу найти ответ и вряд ли вы его знаете. Нельзя критиковать одни, нельзя позволять себе то, за что критикуешь другие. Нельзя остановить ложь. Хочу уличить в политиканстве и политическом популяризме. Вы слышите мою мысль? Я удивляюсь, я не задаю вопрос. Я просто удивляюсь, как можно обвинять людей в том, чем грешишь сам. Боритесь, боритесь об убор, это нет, нет, у меня мало времени, хочу чуть-чуть немного изменить тему. Друзья, Михаил, мы вас услышали, спасибо. Сегодня международный... 6300, 6300 просит, алмит. Сергей, не хочу вас расстраивать, ваш микрофон уже 10 минут, как отключен. Сегодня международный... Но вас и не снимают при этом. Сегодня международный день, международный день борьбы с коррупцией. Мир празднует этот... Мир празднует этот день, да, своими успехами по борьбе с коррупцией. Чем отличилась Украина сегодня? Новой атакой двух антикоррупционных органов друг на друга. Что нелогично. У нас продолжается обвинение между антикоррупционным бюро, антикоррупционной прокуратурой и агентством по противодействию коррупции. Они уже не первую неделю перебрасывают друг на друга ответственность за проверку электронных деклараций. Александра Ишмедилова, хотел бы спросить у вас, вы верите, наблюдая... Месяц, да, мы уже анализируем электронные декларации, анализируют все активисты, общественники, журналисты, но только, по-моему, не правоохранительные органы. Вы верите в то, что электронные декларации, ну, то есть, этот процесс когда-то сдвинется с мертвой точки? Знаете, настолько плачевно постоянно анализировать борьбу каких-то ведомств. Мы с вами анализировали постоянно какие-то корпоративные войны, говорили массовое рейдерстве, которое происходит. Парализируются целые отрасли, да, когда, допустим, посмотрите, что происходит вот электронные декларации. Это IT-сфера, она, в принципе, парализована. Очень часто силовики в разных, это могут быть ГПУ, может быть СБУ, может быть ГФС, в разных вариантах, приходят в офисы и парализуют совершенно целые работы, целых сфер. Вот, ну, это уже мы говорили и про лакелапсы, про кучу-кучу-кучу других IT-сфер. Но, если брать электронные декларирования, сейчас ситуация в следующем, не то, как они между собой соревнуются и показывают свои бицепсы, а насколько вообще совершенно, опять-таки, эти электронные декларации, которые возмутили всех, украинцев, Европу, и, ну, в принципе, так, массово всех, они же не имеют никакой под себе разбирательности. Я скажу больше, самое страшное, они возмутили тех, кто нас кормит. То есть все актули развели руками, понимаете, и на этом, ну, дальше вот так вот, кроме возмущения и каких-то опять несоответствий, да, тому, как они говорят, как они живут на эти зарплаты и реально тому, как они, сколько они в день просто тратят наличкой на, ну, как бы, на красивый образ жизни. А наказание за это никто не несет, потому что, как легко перебрасывать вот эти вот мечи между собой и ответственность. И еще, последняя ремарка. Когда мы говорили сегодня, подняли тему политической ответственности и парламентской ответственности. Давайте не забывать, что мы живем в парламентской президентской республике. И этот механизм может работать только тогда, когда сильный парламент. Есть тогда и ответственность министров, когда они сами подают в отставку. Есть и такие механизмы, как вот он недоверие и прочее. У нас это ничего не работает. Простите, но это ручной парламент. У вас нету силы. Вы не несете ответственность за то, что вы, за те решения. И потому что очень часто это просто марионетки и вы не выполняете те обязательства, за которые на вас возлагали. Вы не являетесь на округе. Вы совершенно ручные, когда вы находитесь в... Что вы у нас даетесь? Ну, извините, кто пришел, тот на того и смотрит. Сергей, извините. Да, не дается месседж, не более того. Сегодня о борьбе с коррупцией была еще одна интересная новость. Артем Сытник, директор НАБУ, заявил о том, что до конца 2017 года, до конца, то есть еще год ждать, в Украине должен появиться антикоррупционный суд. Я правильно понимаю, что до конца 2017 года, Олег, нам не стоит ждать каких-то реальных сдвигов, в этой теме или громких приговоров, громких судебных разбирательств. Ну, по-перше, что касается войны между антикоррупционными органами, уже была война между НАБУ и Генеральной прокуратурой, однозначно, когда будут между собой воювать, коррупционеры дальше будут грабить государство и наживаться. Но для того, чтобы реально этого не было, и для того, чтобы в нас, в государстве, зап работал антикоррупционный суд, потому что эти суды не способны работать. Вы видите, коррупционеры отпускают на лево, на право. Однозначно, это должно быть, первое, на высшая политическая воля на высшую руководительство государства. Если ее не будет, если не будет воли в Украинском парламенте, тогда нужно перезагружать такую владу и такой парламент. Не нужно этого бояться. Ну, хорошо. А антикоррупционных органов у нас, да? 6. Создано на сегодняшний день. 6. Спасибо, Сергей. Вот видите, можете помогать, когда хотите. Спасибо. Владимир, как вы оцениваете их эффективность? Ну, я считаю, что... Не получается ли так, что у семьянек дитя без глаз? Нет. Я оцениваю их нынешнюю деятельность, потому что речь идет о стартовом этапе для ряда органов, вот, например, Национальное агентство противодействия коррупции. Оно только летом было создано, но вот то, что они работают, скажем так, излишне медленно и слишком, я бы сказал так, либерально, да, а НАБУ от них требует жесткости, что дайте нам материал для возбуждения уголовных дел. Они вынуждены сидеть, как все граждане в интернете изучать декларации. То, что конфликт и трение происходит, вот вы упомянули генпрокуратура и НАБУ, конфликт. Я это называю конфликт отцов и детей. Старая структура хочет контролировать НАБУ, а НАБУ хочет самостоятельности. Это как и в отношениях вот внутри семьи. На самом деле им, они сейчас, скажем так, начинают активную работу. Я думаю, что динамика будет возрастать. Тут я скорее позитивно оцениваю. Главное, дать им шанс, не ломать их сейчас, не создавать им искусственные препятствия. Что касается... Владимир, а как вы считаете, быстрое уточнение, они хотят действительно самостоятельности для продвижения реформы или иметь свою кормушку? Вы знаете, очень популярно было бы ответить кормушку иметь. Если они будут думать о кормушке... У нас кормушки популярны. Нет, подождите. Потому что есть стереотипы. Как есть стереотип, что все депутаты воры и коррупционеры. Такой стереотип тоже есть. Но это не так. Не все. Да. Это было бы неправда вот так вот всех мазать. Так вот, я думаю, что если они будут думать о кормушке, завтра, максимум послезавтра их не будет. Их сметут просто. Потому что времена такие, что требуют реальной борьбы от коррупции. Борьбы с коррупцией. Поэтому... И вот о бюджете я хочу сказать хотя бы пару слов. Вот тут я часто спорю с Каплиным, но скорее на его стороне в том смысле, что если бюджет, где предусматривается двойное повышение минимальной заработной платы, полтора раза повышение зарплаты для учителей, если этот бюджет не будет принят, люди не поймут. Потому что тогда социальные выплаты будут заморожены на нынешнем уровне. И это было бы преступлением. При всех недостатках, как это так, по закону, по бюджетному кодексу, если бюджет не принимается, сохраняются вот стандарты Понятно. Андрей, Иван, вы предполагали... Поэтому работайте над капельством бюджета, но бюджет надо принимать. Андрей, Иван, вы предполагали по очереди, пожалуйста, что через три года после начала революции достоинства, коррупция в нашей стране по-прежнему останется одной из самых больших ее бед. В общем-то, можно сказать, непоборную. Я хочу отличаться от той тональности, которая была задана в этой части нашего шоу, когда слово предоставлялось двум людям, которые выясняли это отношение, с моей точки зрения, очень некорректное, самое главное, на повышенных тонах. Хочу быть взвешенным и разумным политиком и, соответственно, предложить определенную модель дискуссия. Мы можем согласить еще 7, 8, 10 антикоррупционных органов, мы можем наблюдать за конфликтами между силовиками, мы можем продолжать делать по большому счету все, что делаем. Это будет как бег по кругу. У нас системная ошибка. Система ошибок государственного управления, полное отсутствие этих реформ. А самое главное, я вам хочу сказать так, мы все забываем о том, что сегодня еще один день. Сегодня день защиты прав человека. О человеке, о человеке, как единственном, единственном получателе всех тех преференций, которые говорит бюджет, которые говорят все те предложения, которые существуют в радикальной партии с точки зрения наполнения этого бюджета и наша заслуга, в том числе, что 3200 проголосовали. Как вы говорили, оппозиция, конструктивная оппозиция. Конструктивная оппозиция предложила и додавила закон по запрещению вывоза леса Кругляка. Конструктивная оппозиция додавила многие вещи, которые связаны с повышением льгот, с повышением увеличения пенсии. Так, Господин Каплин, не перебивайте меня. И самое главное, хочу сказать в конце, ключевое. Радикальная партия, впрочем, те нормальные здравомышленные депутаты, которые присутствуют в парламенте, будут голосовать за адресную помощь всех предприятий, отечественных производителей, которые производят добавленную стоимость Я всех вижу. Всех вижу, Иван. Меня, на самом деле, турбует то, что у нас есть конкуренция и конфликт между теми органами, которые создались для поддавания коррупции. На самом деле, коррупция – это бедж для Украины, который влияет к вопросу развития экономики, и инвестиций, и безвизового режима, и евроинтеграции. Это проблемная, это системная проблема в стране. И поэтому мы все равно отвечаем за то, чтобы эту коррупцию долать. Мы создали органы, которые должны долать коррупцию. Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день мы имеем серьезных расследований, которые в суде и по которым есть вироки? Мы этого не имеем, мы этого пока еще не видим. Но мы продолжаем им верить. Я хочу сказать, один привести очень конкретный пример, который буквально сейчас у ЗМИ. Каким образом, через коррупционные схемы, Министерство обороны купило свои парашюты 42-го року випуску для АТО. Коррупционная схема конкретная, которая показана в ЗМИ. Где в нас затримание, где в нас расследование. И если вы хотите сказать, чтобы мы доверяли антикоррупционному бюро, я вам скажу, несколько недель тому мы Батьковщиной подали заяву стосовно коррупционных действий пани Гонтаревой на посаде НБУ, в банкротировании банков, в коррупции в рефинансе. И вот если будут конкретные криминальные дела против высших посадовых людей, которые имеют прямые связи с руководством в Украине, вот тогда мы можем поверить, что эти уварите суда нормальные. Сергей Рудык, скажите, нормальный сон, чтобы это было. Коалиция должна нести... Вопрос к члену Коалиции, Олег, извините, теперь мешайте мне вы. Вопрос к члену Коалиции и Вадиму Карасеву. Вы тоже будете на него отвечать. Как вы считаете, Коалиция должна нести ответственность, что на сегодняшний день уровень коррупции настолько высок, а борьба с ней носит, ну как многие говорят, скорее декоративный характер? Я думаю, что тот, кто взял на себя всю повнутую ответственность, конечно, причетен до всего, что убивается в государстве. И ховать голову в песок никто не собирается. Но, отвечая на вопросы про конкуренцию между антикоррупционными органами, я вам скажу, не имеет времени, Иване, бороться с топ-коррупционерами. Я в день местного самовредования с двумя народными депутатами пришел, чтобы защитить честь и гидность нашего коллега Микола Бойчука, которого я знаю почти 20 лет. Он генерал разведки. Он виноват в шахрайстве. С той доказательной базе, которую я видел, шитит тебя белыми нитками справа. Но суть даже не в том. Суть в том, что против него по шахрайству працует прокурор НАБУ и на судах присутствуют то 6, то 5, то 7 работников антикоррупционной прокуратуры. Стоит вопрос, когда им заниматься топ-коррупционерами, если они занимаются дробным замовленнями. Это вопрос скорее всего. Делать одно уточнение. Славим сюда, давайте, Владимир Карасим. Есть борьба с коррупционерами, а есть борьба с коррупцией. Понимаете, в чем дело? И проблема не в том, чтобы кого-то посадить. А знаете, где коррупция? А в том, что коалиция есть, а в то же время ее нет. И для того, чтобы были голоса для бюджета, приходится торговаться с другими фракциями, для того, чтобы там, туда были какие-то интересы заложены. Вот где коррупция уже. В самой конструкции политической. Я предпошу и террористы. Люди виноваты, но люди иногда действуют так, как позволяют им действовать институты. Вот институты такие, правила такие, что они коррупционогенные, как говорят в самопомощи, там любят, говорят такие слова, коррупционогенные. Так вот коррупционогенные сама коалиция, которая не имеет Я думаю, что нужно обратить внимание, что по антикоррупционных органах и по борьбе с коррупцией, что главный акцент сейчас уже не столько в законодавстве, сколько в измене тех институций, которые работают. У нас запрацювали закон про государственную службу, идут конкурсы на держсекретарей, и мы видим, что лишь невелика часть этих держсекретарей есть люди с улицы. Рек тому был конкурс в прокуратуру с момента залучить новых людей. Рек, понятно. Проблема, что много в делах заканчивались чем-то. Зарик, те новые люди, которые пришли в прокуратуру, фактически их залишили. Александр, покладание на ворвание Александра Владимировна, я говорю, очень коротко. Я просто хочу напомнить, что все вся система антикоррупционных органов создана нашими партнерами по их требованию и под их контролем. В этом это конфликт не столько отцов и детей, сколько украинцев с зарубежным дядюшкой. И поэтому просто наши партнеры не верили в то, что можно реформировать прокуратуру, МВД и все остальное. Поэтому они решили создать на ровном месте свои органы. И поэтому этот конфликт заложен. Он изначально был заложен. И суд антикоррупционный, это тоже не идея украинская. То есть идея украинская, это требование партнеров. Но это правильная идея. при премьерсе Тимошенко не дали распустить. И правительство Тимошенко второе работало два года при отсутствии коалиции, при полном отсутствии коалиции, которая была тогда 227 депутатов, уже, я уже не помню, два или три месяца, там было гораздо меньше. Поэтому такие прецеденты были. И бюджетные торги были всегда. Вы подтверждаете, что коалиции немало. Нет, я говорю о том, что... Владимир, я вам сейчас уточню. Бюджетные торги были всегда. А сейчас мы наблюдаем еще и... И вам мешайте. А сейчас мы наблюдаем еще и торги политические. Включите, пожалуйста, микрофон Сергею Каповину. Вы сидите на меня обиделись, думали, я забыла, я вас помню. Во время рекламной паузы, а какие подписи вы собирали? А, то есть подписи под чем вы собирали? Ну, первое, я хочу подякувать своим коллегам, которые поставили подписи под проектом постановы о отставке спикера Парубия, который грубо весь час своей работы порушивает регламент, который просто цинично, знаете, с пристрастием просто извращается над регламентом. И это пан Мищенко, это представитель радикальной партии, пообещали подумать представители Батьковщины. Я думаю, что колишние лидеры профилогих... Мне казалось, вы собирали подписи против... и за отставку Авакова? Или, по крайней мере, так анонсировали? И наступное, конечно, несколько месяцев назад я зарегистрировал проект постановы про отставку Авакова, зарегистрировал, подав документы на темчасовую следовательную комиссию, чтобы расследовать злочины Авакова, подав заяву в Генпрокуратуру против Авакова, подав очень много других документов и заяв, в частности, с паном Гордієнком про злочины Яценюка. Но, на жаль, сегодня все это не расследуется. Столько планов, Сергей, столько планов, а я напомню, не только у вас, у всех депутатов планов у всех депутатов планов Громадьё. Надеждь надеждь на вашу работу Громадьё у народа Украины. Работать вам осталось всего 4 дня до отпуска. Что вы успеете? Наверное, пока известно одному Богу. Ну, а мы это обсудим уже через неделю с нашими зрителями и с некоторыми из вас в качестве наших гостей в самом популярном политическом ток-шоу Украины «Чёрное зеркало». Я, Алексей Лихман, прощаюсь с вами ровно на неделю. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ